всем привет меня зовут юля и сегодня я хочу подвести итоги уходящего года вот у меня на фоне тут елочка и одна из моих последних работ крупных еще были всякие мелкие работки которые в этом году я успела сделать ну это такая большая работа не знаю еще одна есть которая прям вот уже в подмалевки но я думаю что не знаете успели закончить будет здорово если нет то значит новогодние праздники будут у меня заняты этой работой что хотела бы сказать да год наверное был непростой для многих он был наверно непростой но для меня он был скорее интересным необычным пандемия никак меня особо не затронула слава богу даже те знакомые родные которые заболели к видам перенесли все это легко и нас особо не ограничивали да мы сидели наверное неделю в карантине это было сложно но потом мы стали потихоньку выбираться гулять и потом все открыли разрешили нам гулять где угодно и мы наслаждались нашим городом год был прекрасный год был интересный я смогла сделать больше работ чем в прошлом году я смогла освоить такой материал как акрил до этого я конечно рисовала что-то пробовала но каких-то конкретных работ акрилами не выполнял благодаря в том числе и пандемии я так подсобралась решила отпустить себя и попробовать этим материалом побольше поработать до этого меня не совсем получалось им работать потому что я им пыталась работать в свойственной мне манере так как я работаю маслом но это совершенно другой материал и так как я работаю маслом мне не получалось эту работу я начинала акрилом был выполнен подмалевок и нижний цветок вот этот был сделан акрилом я его делала дней пять и я прошу это безумно долго маслом все это работа я перерисовала за три дня учитывая что эти три дня я там может по часу полтора могла только порисовать работа это 50 на 70 то есть в принципе так как я работаю масло маслом акрилом умение получилось работать хотя есть одна работа которая близка к моей технике в масляной живописи но я тоже делаю очень долго хотя на 40 на 40 всего лишь и что же я сделала я просто поняла что надо как-то по-другому рисовать акрил я решила я буду пробовать не ставлю какие цели как получится и у меня получилось получились интересные такие самобытные работы и я сейчас работаю рисую акрилом часто рисую потому что это совсем по-другому чем маслом и у меня какой-то даже такая своя стилистика появилась но еще есть планы и идеи насчет того что можно делать с этим материалом надеюсь удастся реализовать их в будущем году что еще мне удалось попробовать в этом году так это акварель до этого я зарекалась и рисовать но здесь захотелось и я ее купила перед поездкой своей к моим родителям ко мне на родину волгоградскую область и я там смогла немножко порисовать не совсем по пленэрить но что-то порисовать смогла мне понравилось это было интересно буду дальше с акварелью работать посмотрим что из этого получится из того наверное что не удалось не удалось участвовать не в одной выставке это конечно очень жаль ну ситуация была такая но я особо не стремилась как-то какие-то были приглашения но почему-то не эти выставки не заинтересовали а сама я особо не не искала какие-то площадки где можно выставиться то есть как-то немножко мой фокус внимания был потерян в этом направлении не думала не работала хотя следующем году хочу хочу участвовать и хочу сделать персональную выставку это конечно очень сложно намного сложнее чем поучаствовать одно и двумя работами но хочу по крайней мере если не получится и сделать на следующий год то хотя бы какую-то подготовку к ней произвести в следующем году такие планы есть что еще у меня интересного в плане творческой жизни а был очень здоровский опыт мне предложили протестировать материалы наверное сниму об этом отдельное видео это было очень интересно я согласилась не только из-за того что это не бесплатно да то есть за это платить денежку а именно потому что мне было это очень интересно я люблю тестировать материалы я люблю делать выкраски я люблю фантазировать это все прям вот то есть я люблю не только творчество но это что около него и это был интересный опыт было здорово и я за то чтобы еще что-то тестировать мои заказчики тоже были довольны и сказали что они не ожидали такого глубокого анализа еще было очень здорово я получила какой-то новый экспириенс вдохновение новое какое-то такое озарение ко мне пришли идеи очень интересных работ я даже не знаю пока как об этом говорить говорю очень осторожно потому что это такое что-то интересное не свойственное мне хотя не свойственное как по сути она мне свойственно но пока в моей творчестве это не проявилось и как бы так случайно случайно эта идея этот момент произошел то есть я снимала какие-то варианты постановки да то есть что-то думала что можно потом нарисовать кое-какие работы были мы выполнены и нарисованы почему я снимаю а не рисую с натуры я конечно стараюсь рисовать с натуры но просто из-за времени мне надо не получается мне приходится использовать фото материалы и я как-то себе активно запасах и вот проводил такую фотосессию интересную у себя дома и вдруг потом мыслительный процесс и пашки какие-то натюрморты просто фантастические и они совершенно не похожи на то что я рисую это что я делаю там много смысла много идеи много наверное какого-то такого творческого потока но пока все это еще не оформлено и я даже не знаю боюсь об этом много говорить мне кажется это что-то интересное и в следующем году я планирую начать реализовывать этот проект это целый проект получился посмотрим как это получится ну наверное с творчеством все да много было интересных открытий в плане психологии саморазвития самосознание самопонимания такие уроки были интересные я к ним бы относившись позитивно хотя другие люди наверное скажут что умает у тебя там были неприятности да со мной в этом году случилось наверно две какие-то не очень хорошие вещи и они были очень близко по времени и так меня немножко из колеи выбили и восприняла это как как наверно помощь подсказку такую до жесткую в таком стрессе скажем так но наверное чтобы чему-то научиться быстро нужно сильно стрессануть но слава богу ничего страшного со не произошло и у меня печенье об уходящем коде только положительные только позитивные радостные и не знаю самые светлые я благодарна этому году он был для меня хорошим другом благодарна своему мужу он как всегда меня поддерживал любит и заботится обо мне и нашей дочке когда на нашему ребеночку за то что он родился у нас и радует нас и счастье быть мамой кто это испытал он понимает что это такое это сложно описать двумя словами благодарна своим родителям особенно маме она очень помогает мне заботах о дочке и благодаря ее помощи я могу творить и рисовать что-то делать иначе бы я просто погрязла в рутине и ничего ничего не успевала бы пожелать хочется в этом году наверное и себе и всем это счастье такого простого счастья не сложного а простого счастья чтобы все были здоровы чтобы все у всех было хорошо особенно хочу пожелать здоровье нескольким людям из моей семьи им она особенно нужно пусть все будет у вас хорошо и пусть все что нужно сделать для вашего здоровья будет сделано и все эти все все это пройдет хорошо и легко все быстро заживет и и вы будете здоровы и и счастливы хочу пожелать успехов всем кто что-либо начинает пусть у вас все случится все получится благополучия чтобы вы прадовались чтобы у вас была возможность выйти за рамки своей коробочки выйти за рамки мы можем только тогда когда мы свободны и счастливы и нас не захлестнула бытовуха мы можем мыслить широко открыть глаза смотреть вперед радоваться всех поздравляю с наступающим желаю все всего самого лучшего с новым годом пока увидимся в следующем году